Субтитры создавал DimaTorzok Депутат окружных сборей в округу Року в штате Висконсин. Пана Юрия, витаю вас. Селям алейкум. Спасибо за приглашение и слава Украине. Героям слава. Ну что ж, так как вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, я бы хотела начать, конечно же, с поддержки США в нашей стране, Украине. Только вот недавно прошли промежуточные выборы в Соединенных Штатах. И если мы говорим о республиканцах и демократах, как вы думаете, консолидирована ли позиция этих двух партий в отношении поддержки Украины в свете от последних новостей о том, что некоторые республиканцы планируют прекратить финансирование Украины? Ну что ж, это интересный и важный вопрос, потому что можно легко запутаться в том, что происходит, потому что просто как бы люди говорят одно, а политики говорят другое слегка. Поэтому, чтобы определиться с политической точки зрения, мы видим, что демократы за Украину, за поддержку Украины, возможно, они более заинтересованы в том, чтобы найти какое-то мирное решение, но в пределах того, что предпочитает Украина. Это как бы, так сказать, вот это ваша война, мы союзники, мы вас поддерживаем, это ужасная ситуация, но если бы мы могли помириться, это было бы лучше. Такой относительно ответ, на который на самом деле способен человек, который очень сопереживает. И, с другой стороны, есть республиканская партия, которая базируется на более знакомой этике силы, которые как бы верят, они это называют законом и порядком, но это под вопросом, потому что, когда нужно прорваться в Капитолию, они бьют полицейских американских американским флагом. Поэтому такое уважение к закону и порядку, на самом деле, мне кажется, больше является уважением к силе, что, я и говорю, знакомо, мне кажется, людям, по крайней мере, из России. И тут происходит раздел, потому что, с одной стороны, идея того, что врезать Путину, вроде бы, хорошая идея, можно легко согласиться. Он ужасный лидер, человек, ну, с другой стороны, появляются чья-то республиканцев, которые говорят, он сильный, а мы верим в силу. Сила – это хорошо, это важно, без силы. Что можно без силы в этом мире? И они как бы думают, что на самом деле Владимир Путин – это не такая уж плохая идея. И вот тут раскол, который проявляется во многих вещах в республиканской партии. В республиканской партии сейчас происходит очень серьезный разбор того, о чем эта партия. Они не партия Маккейна, они не партия Рейгана, они в основном партия Трампа, но недостаточно, чтобы победить на выборах. У них какая-то неопределенная позиция. Но, тем не менее, им удалось получить сейчас большинство этой партии в Нижней, ну, не в Нижней, в палате представителей Конгресса США. Ну, насколько я знаю, вот сама фигура Трампа и его заявление, его политика на внешнее арене, она подталкивает представителей республиканского истеблишмента на мысль о том, он вообще поддерживает ли его кандидатуру на президентских выборах, нет? Вы знаете, хотелось бы в это верить и надеяться, но реально самым видим, что главная причина, по которой одни республиканцы просят других республиканцев отмежеваться от Трампа, это потому что просто нельзя выиграть с ним на выборах. Видимо, пока в Америке есть выборы, и они могут закончиться при следующем республиканском президенте, но пока они есть, республиканцы на них не выигрывают. А значит, нужен другой кандидат, значит, нужен другой продукт. Если рынок не покупает этот продукт, то рынку приходится предлагать нужно, мы понимаем, предлагать другой продукт, чтобы он его купил. Тут мы устраиваем монополию, избавляемся от конкурентов, перекрываем рынок, но до этого нужно еще выиграть. Поэтому сейчас это большинство, которое оказалось большинством, в основном из-за того, что перенарезали округа, и это перерезание округов оказалось достаточно, вот теперь было несколько мест, которое было преимущество буквально у демократов, теперь буквально несколько мест преимущества у республиканцев. У демократов лидеров была, и есть до сих пор до 3 января, Нэнси Пелоси. Нэнси Пелоси опытный политик, она и в Тайвань слетала, и в Армению слетала, и показала себя, и со всех, в общем, так сказать, и перед Дональдом Трампом стояла, и пальцем в него, значит, показывала на заседании. После чего полтора года с ним он лично боялся с ней встретиться. Так что такой серьезный лидер, которому удалось, даже демократов, у которых репутация, что они как кошки разбегаются в разные стороны, и они стадом не маршируют, как бы опять этика силы, за лидером, все как один, это вот как бы республиканцы наши родные. А демократы, они как бы все хотят по-разному выразить свою точку зрения, еще думают о том, что их избиратели требуют. Поэтому то, что Нэнси Пелоси смогла их держать вместе, говорит о больших ее заслугах, как именно о лидере, который способен собрать свою фракцию. То, что сейчас будет следующим, вот на ее месте, у этого человека, это Кевин Маккарти, у него нет такой репутации от слова вообще совсем. Поэтому шансы на то, что он сможет провести какие-то законопроекты, как бы разбираясь со своей фракцией, он сам даже в это не верит. Что это означает? Это означает, что следующие два года законопроектов не будет, если только демократы и республиканцы не смогут как-то договориться практически за его спиной, или произойдет что-то, ну, необычайно. А если посмотреть, что должно произойти вот с такими ингредиентами, с такими ингредиентами, мы ожидаем, что не будет законопроектов, а будут комитеты. Потому что в комитетах и повестку дня будут определять республиканство, и тут они начнут расследовать все, на сколько мы дали денег Украине, а на что мы их потратили, а покажите нам, пожалуйста, все квитанции, а куда попала эта пуля, и так далее, и по списку. Кроме этого, есть любимые республиканцами Хантер Байден, ну и так далее. Поэтому вместо того, чтобы пытаться провести законы, они будут пытаться что-то расследовать и как бы показать людям. Хотя на самом деле даже палата представителей... А зачем, а как вы думаете, вот, извините, вас перебила, а вот мотивация какая-то, исключительно какая-то бюрократизация среди республиканцев, я не знаю, больше там какой-то акцент на протекционистскую политику Соединенных Штатов Америки, или же можно говорить об инфильтрации агентов Кремля в ряды республиканцев? Вы знаете, после Трампа можно говорить все, что угодно, потому что и никогда не знаешь, если ты абсолютно прав на самом деле. Потому что, с одной стороны, у нас квитанции за то, что Дональд Трамп работал на Кремль. Ну вот, наконец, Конгресс получил его налоги, так что будем смотреть, что из этого выйдет, и что мы узнаем, насколько в открытую Дональд Трамп как бы продавал свои кондо, кондоминиумы русским миллионерам и как бы таким образом промывал их деньги. Но это детали. Пока что смотрим на, зачем это делается. Это делается, потому что цель, мне кажется, просто это политика республиканцев уже со времен Ньюта Гингриджа, когда главное не дать демократам выиграть, главное остановить все, потому что на выборах, если доказать избирателям, что вот смотрите, а им ничего не удалось у оппозиции другой партии, но им не удалось, потому что вы им не давали, ну вот смотрите, им не удалось нас побороть, поэтому вы должны теперь за нас проголосовать. Это вот такая проблема двухпартийной системы, когда одни другим как бы вредят и потом просят, чтобы за них проголосовали. Это я вижу больше, чем какая-либо внешняя политика, протекционизм. Это как бы одевается в протекционизм, это одевается в то, что внешне, это одевается в то, что нужно думать о вдруг государственном долге. Республиканцев, когда они у власти, их это не волновало. Но сейчас это их волнует, для них это большая забота. Это просто одежда для их желания остановить президента в любых его начинаниях, если он из другой партии. Но существенно это может сказаться на поддержке Украины, ведь это не просто российско-украинская война, это война прошлого с будущим, это война цивилизованного мира, против которого сейчас стоит режим авторитарного, тоталитарного, клиптократического государства, не только России, а и тех, кто стоит за Россией, Китая, Ирана, Северной Кореи. Вы знаете, вы абсолютно правы. И тот факт, что это не является, с одной стороны, таким гигантским приоритетом на выборах для многих людей, а с другой стороны, что именно молодые люди, это те, кто изменили ход выборов в этом ноябре в Соединенных Штатах, вот я тут как бы вижу, что происходит разрыв между людьми, которые вообще белые мужчины на самом деле в Соединенных Штатах, это большая проблема, потому что привыкли к статусу, привыкли быть во главе любого угла, это, конечно, не российский и не восточноевропейский патриархат, но это все равно патриархат. И мы видим, что есть люди, которые, во-первых, женщины, и тут я вижу, кстати, большую, на самом деле, параллельную связь между протестами в Иране, которые тоже невероятно важны, потому что они могут остановить военную машину Ирана, как бы потенциально, и то, что мы видим в Китае протесты, люди протестуют против авторитарных режимов, и это невероятно важная битва как бы между хорошим и злом, который мы наблюдаем прямо вот в наше время. Но, к сожалению, это не всем видно и не всем заметно. Но вот молодые люди в Соединенных Штатах решили, что мы не можем идти, вот то, что предлагают нам республиканцы, это тупо, это старо, это пройденный этап. И мы сейчас входим в новый мир, и в этом мире нам нужно обезопасить себя. Нам нужно, например, вот интересно, что в Соединенных Штатах приняли закон о защите однополых браков. Казалось бы, такая была битва, и так республиканцы были против. Они говорили, ну называйте это гражданским союзом, ну только не надо делать из этого брак. А сейчас они так боятся, что Верховный суд может им просто забрать это право, как он сейчас забрал конституционное право на аборт у женщин. Чтобы собрались и провели закон, потому что страна изменилась и продвинулась вперед. И это говорит о том, что наше понимание того, что мы считаем допустимо в нашем развитом обществе, продолжает двигаться вперед. Я даже не представляю, за какие свободы будут бороться наши дети. Но вот борьба России, борьба демократии и автократии сейчас невероятно важна. И я рад на самом деле, что, по крайней мере, в принципе, американские избиратели поддержали Белый дом и политику Джозефа Байдена, потому что они видят, что он добивается результатов на внутреннем, так сказать, рынке, проводит законопроекты про инфраструктуру, про массу всего, что нужно нашей стране. То есть ему удалось сделать вот эти достижения. Значит, его нужно вознаградить по этой логике, правильно? Он смог побороть республиканцев, и поэтому за республиканцев не нужно голосовать. И в этой битве он, значит, как бы добивается массовых результатов, и он как бы представляет мир демократии. А с другой стороны мы видим Владимир Путин. И вот сейчас, следующие два года, мне кажется, будут невероятно важны, потому что, понимаете, если бы не нервничать о следующих выборах, то было бы очень хорошо, если бы Украина могла победить за следующие меньше, чем два года до следующего, до ноября 2024 года, или даже до января. Потому что, когда меняется власть в демократиях, могут произойти достаточно непредсказуемые вещи. Но, мне кажется, что в этом мире 24 месяца, 24 месяцев, это несколько жизней. Поэтому, так сказать, наше следующее будущее, мне кажется, и сейчас, опять же, хромая утка Конгресса должен провести на 37 миллиардов долларов, возможно, пакет помощи Украине. Так что, на следующий год, все супер в Украине, в смысле поддержки, и люди в Соединенных Штатах поддерживают Украину, что очень важно. Вот тут просто это как бы завершающее ко всему этому, что политики делают то, что они делают, у них свои политические цели. А люди продолжают полностью, мне кажется, поддерживать Украину, за исключением тех, кто начинает по нему отклеиваться, потому что объясняют, что это демократическая идея, и Украину начинает политизировать. Что вот неприятно, потому что это Украина, это не партийный проект. Украина, это вот как вы описали в вашем вопросе. Но это, я так понимаю, в процентном соотношении небольшое количество людей? Да. Оно растет, и я думаю, что будет продолжать расти, просто потому что война, это как бы, ну, мы не против войны, мы хотели бы, чтобы война прекратилась. Но вот это не означает, что нужно договариваться с Владимиром Путиным. Понимаете, просто мы хотим, чтобы, ну, Украина победила побыстрее. Тут просто следующий вопрос по поводу амуниции, потому что мы не можем просто послать в Украину доллары отстреливаться от России. Нужны эти доллары, сделать из них пули, патроны, ракеты, бомбы, снаряды для гаубиц и гаубицы сами и так далее. И вот этот процесс, видимо, занимает дольше, чем мы хотели бы. Ну вот, кстати, по этот процесс я бы хотела с вами поговорить. Действительно, Украина сегодня безмерно благодарна нашим партнерам. Мы, в первую очередь, ближайшим партнерам, среди которых есть Соединенные Штаты Америки, за оказанную нам поддержку, помощь, как финансовую, политическую, так и военно-техническую. Однако... И вы знаете, Соединенные Штаты безмерно благодарны Украине и украинскому народу за тот героизм, который они проявляют каждый день, за то, что вы продолжаете делать вашу передачу и вашу программу, и ваш канал, и за то, что люди верят в победу Украины, и за вашу волю, которая показывает, является примером всему миру. Большое спасибо Украине. Спасибо вам за эти слова. И продолжая свою мысль, однако, мы не... Вот всегда однако. Вот почему-то однако. Да, всегда есть однако. Ведь мы видим, как все же Соединенные Штаты Америки, и не только страны-представители цивилизованного мира, да, они медлят с предоставлением Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны. Украина уже с начала широкомасштабного вторжения, да, там, 9 месяцев говорит о поддержке, о необходимости предоставления тех же патриотов. Как вы думаете, почему США в этом вопросе все же медлят? Они, мы, Соединенные Штаты, медлят, мне кажется, техническим причинам, настолько же, насколько по-политическим, потому что мы можем обсуждать вопрос эскалации, ядерной угрозы и Путина, и это тоже справедливо. Но, с другой стороны, мы слышим сейчас от Пентагона абсолютно четкое понимание того, что сейчас Украине больше всего нужны системы ПВО и закрыть небо, потому что ситуация такая, какая она есть. И вопрос в том, чтобы передать, вот технический вопрос, мне кажется, с точки зрения того, что заявляет Пентагон, является их большой причиной, что их как бы останавливает, что нужно, поскольку американцы не могут там присутствовать, мы же сказали, что нас там не будет. Значит, это нужно украинцев обучить всему этому пользоваться. А наши солдаты, это как бы, с одной стороны, задержка, потому что нужно научиться этому, нужно обслуживать это, масса оборудования, которое нужно обслуживать эффективно и быстро. У нас появляются регулярные истории в новостях о том, что нужна проблема, потому что обслуживание, оборудование, оружие должно происходить ближе к линии фронта. Вот такие технические проблемы сейчас решаются, и я рад, что, я уверен, что сейчас происходит образование. Вот тот процесс, когда людей учат использовать, и мы просто как бы хотим, чтобы они поскорее. Но, видимо, это еще не матрица, когда можно воткнуть четыре человека в голову сзади, и он говорит, я теперь знаю кунг-фу, значит, это занимает время. Но я не вижу никакой, как говорится по-английски, малос, угрозы негативного настроения со стороны Соединенных Штатов, что мы хотим каким-то образом что-то заставить Украину сделать. У нас просто свои логистические проблемы. Вот та логистика, которая ужасная у России, которая, видимо, не может воевать за своими границами, не может воевать далеко, я не знаю, от рельсов, поскольку они не могут ничего никуда доставить. Вот эта вот логистика, которую мы как бы вывезли из Афганистана, там больше ста тысяч человек за несколько недель. Этот процесс занимает время и, к сожалению, опять же, дольше, чем хотелось бы. Но желание есть, ассигнование есть. Теперь, значит, доставки мы ждем, мы ждем доставки. Есть такая версия, есть такое мнение, что стратегия Соединенных Штатов Америки направлена на такое медленное истощение России, как в экономическом, так и в политическом и военно-техническом в том числе плане, потому что нельзя вот так скоро, быстро загонять крысу в угол, которая может вот в этот момент применить это ядерное оружие, в связи с чем есть такие опасения. Вот как вы думаете, есть ли место быть вот такой стратегии? Вы знаете, мне кажется, я не знаю, насколько это как бы вслух высказанная стратегия или насколько это просто эффект того, что происходит. Это с одной стороны. А с другой стороны, черт подери, смотрите, если вы хотели как бы, так сказать, медленно, если вы хотели убить монстра, быстро убить не получается, но вот медленное варенье, это задавливание, колено на горло, как хотите, сравнивайте, за какое-то время наступает, как бы пропадает кислород. Это действительно оказалось очень эффективно, потому что посмотрите, где Россия сейчас по сравнению с тем, где Россия была год назад. Это страна изгоя, провалившаяся до уровня какого-нибудь Ирана и посматривающаяся на быстро приближающуюся Северную Корею. Это многое изменилось в России и в Российской, так называемой, федерации за последний год. И я думаю, что не нужно игнорировать, я не знаю, Владимира Соловьева, чтобы просто видеть, что жизнь не та, а что она была год назад. И это важно, потому что, несмотря на то, что в долгую Китай нам все-таки грозит, у них сейчас мы получаем, значит, в открытом доступе появляется информация о том, насколько растет ядерная угроза Китая, как у них будут такие боеголовки, сколько их будет и так далее. Это в долгую. И в долгую нужно дожить. А в короткую мы видим, что Россия представляет для нас всех невероятную угрозу. И она представляет угрозу даже для наших выборов в Соединенных Штатах, как было доказано в 16-м году. И опять же, еще одна ошибка Владимира Путина в долгом списке ошибок после его рождения. Вмешание в выборы в Соединенных Штатах. Кто с ним будет после этого цацкаться, после того, как он пытается повлиять на наши выборы здесь, в США? Он как бы опять же человек, с которым никто не собирается договариваться. Но вот тут интересный момент насчет ядерного оружия, потому что и Россия сейчас вышла из этого предсказуемых переговоров. И мы, возможно, смотрим на следующую гонку в ядерных вооружениях. Так что возвращаемся опять в 80-е. Скажите, а серьезно ли обсуждается в Соединенных Штатах Америки возможность применения России неконвенционного ядерного оружия? Ну, игнорировать это нельзя. Считать, что это невозможно, абсолютно нереально, это абсолютно возможно. Особенно в этом смысле мы видим, что в Сирии это было произведено, было использовано оружие поражения. Мы знаем, что сам Путин использовал оружие массового поражения, да и химическое оружие. Мы знаем, что у этого человека нет границ, которые он бы не был бы готов перейти, чтобы остаться у власти и получить еще чуть больше власти. Поэтому это принимается серьезно. Но то, насколько это может быть, насколько это вероятный уровень этого риска, это то, что просчитывают специалисты, пытаются на это реагировать и просчитывают разные варианты, что по этому поводу делать. Потому что проблема еще в том, что даже если у России все их боеголовки там развалились и они ударят по себе, то это все равно может иметь отрицательный эффект, поскольку мы живем на одной планете. Поэтому использование ядерного оружия воспринимается как глобальной угрозой. И что тут по этому поводу делать, нужно быть готовыми. Так что я уверен, что опять же, напоминание, часть предотвращения этого, напомнили Путину и через директора ЦРУ и других, что это не та угроза, которой нужно прибегать. Просто даже упоминать этого не нужно, потому что это может закончиться для тебя, Вова, катастрофически. А для него катастрофически, я думаю, это потери власти той жизни. Поэтому вот этого хватило. Хотя, правда, после этого Стайл начал выступать по поводу аварий или непредусмотренного взрыва на Запорожской АЭС, которую сейчас мы видим, они уже оставили, оставляют. В общем, это они теряют. И это еще один, ну, как бы доказательство опять той же слабости России. Мне просто кажется, что когда говорят о России как сильной, Владимир Путин такой безумный, и как бы, ну, это все ведет к тому, что с ним надо договариваться, что выиграть против него нельзя. А я считаю, что это абсолютно не так. И в Соединенных Штатах ждут победы Украины. Действительно, вот в последнее время очень много говорили, кстати, по поводу переговоров. И некоторые там СМИ, в том числе и пропагандистские, расценили встречу главы ЦРУ с Патрушевым в Анкаре, вот как якобы какие-то договоренности там за спиной Украины. А по факту это было просто предупреждение о недопустимости применения ядерного оружия и о жесткой реакции Соединенных Штатов, правильно я понимаю? Да, да, знаете, это, во-первых, вы абсолютно правы, а во-вторых, вот то, с чего вы начали, когда вот встретился Берн с Патрушевым на секретной встрече. Я думаю, что это за секретная встреча, когда все это обсуждают. Это уже не секрет, но никаким образом. Вот сделать из всего какой-то договорняк, из всего сделать какое-то секретное пожатие рук за спиной, чтобы обмануть всех. Я не понимаю даже до конца, откуда желание этого, потому что я смотрю, как бы на что людей интересует, мне интересно, вот в нашем же Ютубе здесь, и я вижу, что люди, которые рассказывают какие-то страшные, такие придуманные секреты, их очень любят смотреть люди. Я думаю, откуда это идет, вот такой интерес, наверное, желание все познать, любопытность, потому что это важно. Друзья, секретных переговоров, которые мы будем обсуждать в Ютубе, нет. Либо это не секретные переговоры, либо это, ну, как бы, и плюс нас нет в этой комнате. И когда нам люди, которые там были, говорят о чем-то, ну, мы можем либо с ними соглашаться, либо мы можем придумывать, ну, вот как можно жить в мире, где все время придумываешь объяснение, потому что не веришь никакому объяснению. Вот это вот, я найду собственные факты. Это у нас в Соединенных Штатах просто большая проблема, поэтому, друзья, задаем вопросы, критическое мышление. На данный момент, если встречаются в России Соединенные Штаты, это либо для того, чтобы напомнить о том, что нельзя применять ядерное оружие, либо для того, чтобы обсуждать, как получить обратно американских граждан Бритни Гринир и Пола Уиллана, которые сидят в заключении в российских тюрьмах. Ну, все, потому что ни слова об Украине без Украины. Ну, вот было сказано опять и опять, поэтому, когда говорят секретный договорняк, я думаю, можно расслабиться и смотреть следующие видео. Кстати, вот по поводу этих конспирологических теорий, которые выстраивают, многие хотели с вами поговорить относительно Крыма, потому что некоторое время назад, помните, появилась статья Washington Post, которая писала о том, что якобы Салливан, который приезжал в Украину, там встречался с высшим политическим руководством нашей страны и предлагал там поторговаться насчет Крыма, ставить Крым за скобками, куда-то отодвинуть в периферию чуть ли не на 7 лет и так далее. И действительно, в начале широкомасштабного вторжения России в Украину наши западные партнеры говорили о том, что Украине нужно выйти хотя бы на позиции 24 февраля 2022 года и начать какой-то переговорный процесс. Это говорили и кулуарно, и открыто в заявлениях. Сейчас, я так понимаю, такого нет? То есть разделяют ли наши партнеры, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, видение Украины, победы, а это выход на границы 91-го года? Знаете, я вот слушаю вас, что мне приходит как бы в голову, это атака на Хирошиму и Нагасаки. Потому что в России, в русскоязычном пространстве любят говорить, так сказать, те, кто поддерживают дезинформаторов, и сами дезинформаторы, и пропагандисты, о том, что вот как бы Россия, Соединенные Штаты сбросили ядерную бомбу на Японию, а почему нам нельзя? Мы тут в следующей очереди стоим. Но нужно понимать, зачем это было сделано. Это было сделано для того, чтобы предотвратить большое количество смертей американских и японских, ну, в основном, нас волновали американские военнослужащие. И это сработало в этом смысле. Мы не можем отрицать, что после этого быстро закончилась Вторая мировая война. Поэтому зачем используется и когда заканчивается война, это важный вопрос для таких людей, как Владимир Путин. Потому что мне кажется, что когда Саломон встречался, что посыл, который был, вы, Владимир Владимирович, не наигрались еще? Вы хотите еще больше потерять? Вам недостаточно? Вы вас, вот мы вам сейчас дали по полной с нашими украинскими союзниками. Вы их хотели бы еще получить или уже хватит? И по ответам, не по словам, а по делам Путина, видно, что он еще не наигрался, этот монстр кровавый, что он еще не готов остановить свою мясорубку. Потому что кто виновен во всем том, что происходит? Владимир Путин. Кто может это остановить? Владимир Путин. Он это не останавливает. Значит, он потеряет все больше и больше и больше. Он мог бы получить что-то, если бы он решил остановиться. Это еще и замер температуры. И замер температуры показал, что общие по госпиталю там нормальных не осталось. Хотя интересно, во всех этих переговорах кому-то дали подойти к телефону. О, Патрушева еще дают говорить Западом. А, может быть, он преемник? Мы же теперь как бы смотрим на это опять, как Советский Союз, кто стоит рядом с диктатором и с главным лидером на трибуне. Кто взял трубку? А там Ушаков? О, интересно. А у него есть дети? Так что, в общем, такая как-то вот такая ситуация. Ну и по поводу... Я ответил на ваш вопрос, простите. Потому что о переговорах же и... К чему толкают Соединенные Штаты? Соединенные Штаты, конечно, хотели бы, чтобы война прекратилась. Потому что мы, в принципе, хотели бы, чтобы были мирные дипломатические решения. Но эту войну, с одной стороны, Владимир Путин должен перестать воевать. А с другой стороны, Украина должна согласиться и натолкать Украину... Опять я просто повторяю себя, но это важно. Толкать Украину к столу переговоров этой администрации не будет. А как заставить Россию сесть за тот стол переговоров, на котором она подпишет капитуляционный акт? Вот это замечательный вопрос, потому что решение. Как решить эту проблему, что Владимир Путин отказывается... Ну, возможно, это будет не Владимир Путин. Понимаете, когда я увидел начало войны, началось... Мне было сразу понятно, даже еще до начала, что если происходит вот эта война, то невозможно договариваться о конце этой войны с тем же человеком, который ее начал. Ну, это невозможно, потому что ему нельзя доверять практически по определению. Он нарушил все договоры, начав то, что мы сейчас вот эту проблему, эту войну. Ну, значит, это должен быть кто-то, постень его. Значит, это означает, что ему нужно уйти либо в монастырь, либо в отставку, либо в табакерку, куда угодно. На дно патриарших прудов. Но после этого, кто придет ему на смену, естественно, есть два варианта, как минимум, потому что одни считают, что это будет там еще хуже, потому что Путина сидят справа, а другие говорят, что это будет лучше. Но мы как бы входим в эту тему разговоров. Надавить на Владимира Путина, я думаю, что, понимаете, когда вот идут разговоры о том, что ему дают все время возможность съехать с хайвея, как бы выйти офф-рэмп. Да, возможно, ему даже дают такую возможность. Я абсолютно от него не жду, что вот человек, который ведет себя так, как он себя ведет, вдруг скажет, вы знаете, я наигрался. Я пошутил. Это, ну, как сказать, плохая идея. My bad. Я плохой, извините, ухожу. Это не тот человек, которого мы сейчас видим, поэтому вот то, что я сказал, должен сказать кто-то другой, не Владимир Путин. А наблюдаете ли вы уже предпосылки этому? Потому что если опять мы будем ссылаться на Вторую мировую войну и на Гитлера, то даже когда он еще сидел в бункере, его опричники, его ближайшее окружение, Геббельсы, Риббентропы и так далее, они уже проводили за его спиной переговоры с представителями западной коалиции. Вот сегодня что-то подобное в окружении Путина вы наблюдаете? Я вас не слышу, пану Юрию. Я вас не слышу. Простите. Сейчас слышу, давайте заново попробуем. Об этих вещах мы узнаем в архивах после окончания войны, если все эти Патрушевы и так далее, и подальше по списку, ведут переговоры о каких-то своих личных гарантиях, что им лично может быть светит, если там произойдет тот и тот. Это уже не конспирология, это просто их личные отношения. И тут со стороны Америки всегда есть позиция, тут личных отношений с Аллована, с Патрушевым не имеет никакого значения. Это как бы... Так, снова со звуком проблемы. О, извините, я отодвину. Вот сейчас слышу, отлично. Знаете, я не думаю, что можно ожидать каких-то больших таких перемен от того, что личные идут отношения между Патрушевым и кем-то угодно, или с Аллованом и кем-то угодно. Это больше уходит, наверное, в сферу конспирологии, почему мой микрофон пытается меня отключить. Давайте перейдем к следующему вопросу. Это физически, да. Давайте перейдем к следующему вопросу, раз мы уже заговорили о гарантиях безопасности. Поговорим о гарантиях безопасности для Украины, учитывая, что недавно генсек Североатлантического альянса Ян Столтенберг сделал заявление, он сказал, что по завершению войны Украина обязательно вступит в НАТО. И единственным условием победы Украины это еще большее предоставление ей оружия со стороны стран Североатлантического альянса. Может ли действительно НАТО в будущем выступить гарантом безопасности Украины? Безспорно, безусловно. Да, конечно. Вопрос туда же, понимаете, просто опять же продолжает то, что мы уже, то, что я уже описал, о том количестве оружия, которое передано уже. Мы уже друг другу выразили благодарность. Учитывая, что это оборудование, которое будет еще только больше, и его нужно учить, украинскую армию использованию этого оружия, вот все то, что я описал, говорит о том, что у Украины будет очень НАТОвская армия практически, потому что это будут солдаты, которые будут знать, как используют новейшее американское НАТОвское оружие. Мы вообще таких солдат уже не хотим выпускать, я думаю, а то они могут рассказать о наших военных тайнах. Поэтому тут же как бы в интересах НАТО срочно такую страну принять в члены, чтобы они как бы, что теперь они были внутри нашего шатра. И в такой ситуации Украина чуть ли не становится гарантом безопасности НАТО, что является на данный момент физической, так сказать, фактической правдой, потому что если бы не было Украины, то только можно представить себе, что бы сейчас делал Владимир Путина. На кого бы он лез дальше и приставал. Поэтому Украина уже является гарантом безопасности НАТО сейчас, и де-факто становится уже как бы членством, возможно, еще не заполнены все анкеты, и не все происходит по правилам, но фактически мы видим, что из армии Украины, видимо, делают, военизируют ее по образцу западных армий. И опять же, это, кстати, тут еще вот такой интересный момент для меня, как человека, который в военной науке знает НОЛЬ, интересно видеть репорты, репортажи из Пентагона о том, что они учатся, эти наши американские генералы, профессионалы, учатся у украинцев, как использовать оружие, потому что украинцы используют оружие таким изобретательным способом, как нам, даже там в голову не приходило. Была история о том, как для того, чтобы обстреливать остров Змеиный, нужно было, ракеты стреляли на 40 километров, а они были 50 километров от цели, поэтому их взяли на баржах, протянули 10 километров, и они оттуда стреляли, чтобы они могли... Такого типа изобретательность, это то, что является гарантом нашей безопасности, общей безопасности. Но при этом, пана Юрия, мы с вами образованные люди и интеллектуальные, понимаем, что военные стандарты НАТО, конечно же, это очень важны, но так или иначе вопрос принятия Украины в НАТО или какой-либо страны, это политическое решение, консенсусное политическое решение стран Североатлантического альянса. Так вот, есть ли этот консенсус и будет ли, как вы думаете? Замечательный вопрос, потому что вы абсолютно правы, есть технический момент, и технически Украина становится страной НАТО уже сегодня, а есть вы абсолютно правы, политический консенсус, который нужен для того, чтобы принять. Сейчас мы наблюдаем то, что Турция ставит палки в колеса, принять Швецию, ну и там заодно Финляндия, которая нужна всем вот этой полной консенсусе для принятия. И мы видим в Соединенных Штатах, как хорошо могут функционировать институты без такого официального политического, когда есть политическое желание, скажем, но не вот консенсус, как можно продолжать жить. Потому что у нас, например, часто принимаются продолжения, резолюции о продолжении того, что было, потому что решить на что-то новое сил не хватает. А вот продолжить то, что уже было, ну еще как-то можно. Поэтому находят способы, как достичь желаемого результата. Желаемый результат – это Украина в НАТО. Поэтому то, как это будет выглядеть, и что для этого будет сделано, для того, чтобы все были удовлетворены, это важный вопрос, который будет решаться политиками, дипломатами. Они – это прекрасно, так и должны решать. Если наши споры не могут быть решены на футбольном поле, то лучше их решать за столом переговоров, чем на поле боя. Поэтому если можно будет договориться о том, что хотят разные страны, участники НАТО за то, чтобы Украина и все остальные… Просто завидуешь балтийским странам, как легко они вскочили на этот пояс НАТО тогда. И как президент Буш заявлял, что атака на Литву – это атака на Соединенные Штаты. Такие прекрасные вещи, говорил. А сейчас, понимаете, делать правильные вещи легко, когда это легко. А делать правильные вещи, когда это тяжело, намного тяжелее. Но я уверен, что сейчас НАТО не хочет выпускать Украину из рук своих, потому что дать Владимиру Путину выиграть сейчас невозможно. Это не то, чтобы там это как-то неприятно. Это недопустимо. Это недопустимо. И вот это понимание, опять же, создалось очень четко и конкретно. За то время, что… Знаете, старая история про двух лягушек, которые упали в кувшин с молоком. И одна, значит, сказала, значит, ах, перестала бороться и утонула. А вторая билась-билась и сделала из молока там масло или сметану, и, значит, вышла. И вот за то время, что Украина отбивается, за это время солидизируется поддержка Украины во всем мире и понимание того, что даже несмотря на то, что в отдельных странах есть политики, которые считают, что нужно дать под тормозом, все равно сейчас, на данный момент, этот снежный ком только набирает силу и катится пока что в правильном направлении. Я вот, кстати, когда спрашивала про политический консенсус, в первую очередь мне приходили в голову страны-представители старой Европы, да, это и Франция, и Германия, которые в первое время, я не побоюсь этого слова подло, торговали интересами Украины с Путиным. Но вот сейчас, правда, риторика и у Шольца, и у Макрона уже стала четче, и они уже четко говорят о том, что Украина должна победить в этой войне. И в первое время такое, знаете, было ощущение, что представители стран старой Европы просто не знали, возможно, даже боялись Украины, которая выйдет с этой войны победительницей, просто не знают, что с ней делать, куда ее деть в Европе. Вы знаете, что я вижу здесь, это окончательный кол в этого вампира, эту идею о том, что можно от России откупиться, что из России можно сделать приличную страну, если только им дать достаточно денег, что они там у себя как-то, они станут нормальными людьми, если мы будем иметь с ними контракты, контакты, денежные потоки, вливания, то они станут как мы с каким-то... Это провал, это просто не произошло. Это задержало Россию, это дало России этим всем этим ничтожеством обогатиться наверху этой так называемой то ли элите, то ли аллергархату, а в принципе кошелькам Путина им дало время наполнить эти кошельки и попрятать их по разным панамам и так далее, в то время как они не создали ту армию, которую они собирались создать, потому что планчик их был, как говорит Юрий Фиштинский, простенький, был планчик у Путина. Но, к счастью, выяснилось, что деньгами не только нельзя от России откупиться, но и деньгами нельзя просто захватить Украину, потому что нужно еще эти деньги было потратить правильно, а на это кремлевский режим оказался не способен. Так что Германия уже, мы видим, поняла угрозу России и отказалась от газа и это будет им непросто, но они это делают, и это прекрасно, хотя интересно, насколько для них тяжело перейти наследие Второй мировой войны, и им как стране нужно осмыслить, насколько они могут принять участие в другом военном конфликте. Вообще вот это вот тяжело, это интересный разговор, я рад, что он происходит, такой разговор должен происходить. А во Франции, мне кажется, у Макрона были свои политические причины, чтобы вести себя таким странным образом, как он вел себя, как санитар, который заходил в палату к Путину каждый день и проверял температуру. Но, видимо, он эти свои политические проблемы на данный момент решил, и ему не нужно так глупо выглядеть, когда он, ну, как бы не прийти, сказать этому чумному, а он выздоровел, знаете, он поменял свое мнение. Ну, это, сам Макрон, я уверен, понимал, что это было все глупее и глупее, поэтому он, наверное, рад, что больше этого не нужно делать из-за политических соображений внутри страны. Так что демократии, у них свои внутренние причины. А консенсус, и сейчас я вижу только, я вижу, мы как бы разговоры только о Турции, у которой свои внутренние проблемы, свои внутренние приоритеты. Но вот тоже они, видимо, предпочитают быть в НАТО, чем не в НАТО. И в том числе антиамериканские настроения, которые превалируют в Турции. И, Пан Юрий, вот что у вас хотел спросить. Вы упомянули Германию, опыт Германии. Как вы думаете, сможет ли Россия повторить опыт Германии, покаяться, извиниться, выплачивать долгие годы, десятилетия репарации и вот превратиться, вернуться, скажем так, в цивилизованный мир, в ряды демократических стран. Я очень часто привожу цитату президента США Гарри Трумэна, у которого как-то журналисты спросили, что вы считаете своим самым важным успехом, на что тот сказал, что мы сумели победить наших врагов и вернуть их в цивилизованный мир. Вот может ли то же самое случиться с Россией? Ну, вы знаете, хотелось бы надеяться, потому что я, ну, как бы, с одной стороны, ну, действительно, хотелось бы надеяться, чтобы все люди зажили мирно, стали цивилизованными, думали о других. Но в России нужно пройти несколько ступеней. Вопрос в том, как эти ступени, это, может быть, очень большие, слишком высокие ступени, но вопрос в том, как эта проблема решается, мне кажется, потому что дискуссия тут в основном, есть ли нужно для этого внешнее вторжение, какой-то внешней силы Соединённые Штаты, там, НАТО. Кто-то должен прийти и решить эту варяги, эту проблему, потому что россияне, ну, вот не могут, не могут орки сами себя, я не знаю, превратить в бабочек, эти жуки, червяки или как там. Так что это, мне кажется, необязательно, потому что завоевывать Россию, в общем-то, никто не хочет. Это такая головная боль, что это никому не нужно. И управлять после этого этим болотом, это тоже никто не хочет. Поэтому было бы лучше, если бы это все сделали сами. Могут ли они это сделать сами? Мне кажется, на самом деле, очень ободряющим, позитивным пример, представьте себе Михаила Горбачёва, потому что тогда взяли и дали другую методичку, заправили другую субстанцию в эту пропагандистскую иглу и дали людям другую команду по телевизору. И люди как бы так, о, теперь можно думать за себя какое-то время, спасибо. И они как-то, вот это, так сказать, это возможно. Это возможно, если заправить другую команду, другие пули, другую что-то в эту останкинскую иглу и зомбировать людей в другую сторону. Но это, понимаете, это временное решение, это как бы пластырь, потому что это просто, что-что? Клин клином вышибать будут, говорю, контр-пропаганды. Ну да, это вышибают клин, но это не решение проблемы, потому что решение долгосрочное, это образование. И тут я считаю, что российскую систему образования нужно иллюстрировать не хуже, чем всякие ФСБ и КГБ. Потому что то, как учат детей, я не знаю, как в Украине, но в России, это просто надругательство над их чувством личности. И это создает очень опасное общество, где люди не думают критически, не задают вопросов, думают по этой этике силы, потому что школа в России это начало подготовки детей, мне кажется, к армии, где уж точно им объясняют, кто главный и как нужно жить, и так далее. Поэтому вот в этом роется как бы долгосрочное решение проблемы под названием «Можно ли Россию вернуть в цивилизованные страны?». Я здесь с вами 100% согласна, извините, перебила, по поводу образовательной системы и учителей, в том числе, которые в основном ведь участвуют в избирательном процессе, и на избирательных участках сидят учителя, которые подкидывают на выборах вот эти вот листовки целые с нужным количеством голосов и так далее. В этом плане иллюстрация их абсолютно необходима. Я с вами 100% согласна. Вы знаете, я даже не знал этой интересной детали, потому что если учителя должны быть люди, с которыми какой-то повышенной социальной ответственностью, а тут мы видим, что они себя ведут как люди с пониженной социальной ответственностью, то опять же, да, да, иллюстрация этого смысла. Это фактор фальсификации выборов в России. Это действительно так. То есть учителя, которые принимают участие и работают на избирательных участках, они просто закидывают эти нужные бюллетени с нужной галочкой, нужные места, и все. И вот так работают выборы и плебисцит в России. Да, вопрос-то только остается последний в том, что если мы говорим о том, чтобы вернуть Россию, в том смысле, что она там была, ее нужно вернуть. Или как бы, ну, я не знаю, принять Россию, как бы признать, что она там никогда не была цивилизованным государством, но можно ли из нее сделать цивилизованное государство. И опять же, я оптимист. Я думаю, что если изменить систему образования и начать людей думать за себя, потому что, ну, вообще, так сказать, даже старая немецкая школа зазубривания фактов уже не имеет такого большого значения в сегодняшнем мире с гуглами и со всем на свете. Поэтому, как бы, вот этот, если решиться на это, ну, это как это, просвещение, идея просвещения. Мы знаем, что происходит с людьми, которые проповедуют такие идеи в России. Ничего хорошего. Ну, в таком случае, если мы говорим о том, что люди в России оболваненные пропагандой, да, находятся в этом мраке, то рассчитывать на какие-либо протесты и революцию в России не приходится. Это исключительно, может быть, какой-то дворцовый переворот среди элит? Знаете, я подозреваю, что в России вполне возможен, я называю это казахстанский вариант, когда толпа сметает старого лидера и устанавливает нового лидера. Потому что каким-то образом, ну, люди не могут быть довольны тем, что там происходит. Да, они ждуны, да, они запуганы, да, они хотят показать свою лояльность режиму, но они недовольны, они не могут быть довольны тем, что происходит. В какой момент вот этот все это нарастающее, то, что в английском называется бабл, шарик, у нас обычно говорят про бабл какой-нибудь там недвижимости, когда она неожиданно вот как бы выросла, и она, бум, лопается, и цены падают вниз. Вот этот протест должен как-то вот, но он нарастает. Во что он выльется, как он отразится, предсказать невозможно, но мне кажется, что когда страна ввязывается в такие убийственные мясорубки, неважно почему, особенно если она это делает как захватническую войну, то люди отказываются в какой-то момент лезть в эту мясорубку, или появляются раненые, и есть протест. Плюс экономические санкции, которые давят коленом на горло режиму и не дают ему вздохнуть полной грудью, и все меньше и меньше пирога остается для того, чтобы накормить людей с дубинками, на которых вся эта власть держится. Поэтому, опять же, возможно, старых, лояльных, они, возможно, погибли в Украине, многие действительно, ОМОНовцы, нужно, так сказать, Росгвардию теперь, возможно, похоронить в Украине, чтобы дать возможность народному протесту, который будет просто кровавым бунтом, скорее всего, вылиться, разлиться по России, после чего от нее, наверное, можно будет огородиться рвом и стеной на какое-то время, пока там произойдет смута, и следующий лидер придет к власти, и, возможно, будет тогда, можно будет идти разговор о том, чтобы как-то начать прорубить калитку в этой стене и начать с России как-то вести какие-то контакты. Но на данный момент этот, я не знаю, это подводная лодка, это как этот капитан, который объясняет своим пассажирам, что их «Титаник» на самом деле подводная лодка, и они сейчас отправляются в счастливое плавание, правда, под водой. Так что я не вижу, как бы, так сказать, а переворот, переворот, это по сталинскому варианту. Если его окружение, путинское, подумают, что сейчас съедят их, то они могут решиться на то, чтобы каким-то образом избавиться от него, хотя, опять же, технически это, видимо, очень непросто. Он сидит в своем бункере, и тут нужно, чтобы его, так сказать, охранник дал ему табакеркой по голове, или потом я не знаю, как они это делают. Так что нам нужна надежда на того, чтобы он может для него лично дотянуться, а до тех пор, так что непонятно, но это должно лопнуть. Это просто неподдерживаемое состояние, отделились от реальности слишком далеко. Но каким образом, я не знаю. Этот мыльный пузырь, кстати, о нерушимости, увеличии российской армии, он, в принципе, уже лопнул на улицах Украины, на улицах Киева, Киевской области, Харьковской области, Донбасса, Херсонской и так далее. Но вот последнее, что у вас хотела спросить, буквально несколько минут до завершения нашего эфира, еще до начала широкомасштабной войны, мы с вами часто встречались в наших эфирах и обсуждали насущные вопросы, обсуждали там переговоры, повестка дня была абсолютно другой, и обсуждали вероятность этой войны, какое будет сопротивление в Украине, как будет действовать Россия и так далее. Вот какой вам показалась Украина после широкомасштабного вторжения, украинские вооруженные силы Украины, и ожидали ли вы такого сопротивления? Вы знаете, я не знаю, что можно, я не знаю, что я был готов внутренне, что эта война будет продолжаться так долго. Я думал, что Россия лопнет быстрее, но, видимо, это погружение в болото занимает дольше времени, чем предполагалось. То, что украинцы будут сражаться за свою землю и, в принципе, мне кажется, за свою жизнь, я, в общем-то, не сомневался, потому что Россию в Украине знают, как война после Буча, Ирпени, всех городов, которые были освобождены, и все кладбища, камер пыток, которые были найдены, появились как бы подтверждения. Но мне кажется, что люди, в общем-то, знали, к чему это идет, и просто все оказалось еще хуже. Поэтому мне кажется, что есть за что сражаться. Тут это бесспорно. Никто не мог предсказать, как поведет себя Зеленский, и в этой ситуации он повел себя решительным образом и таким образом, который явно повлиял на людей в Украине, потому что Соединенные Штаты готовились к большой партизанской войне, но потому что Зеленский отказался покинуть Киев. Видимо, это было как бы началом той воли, про которую сейчас вот говорят так много, что украинская воля. Это лидер имеет большое значение. Мы сравниваем его, опять же, с Владимиром Путиным, понимаем, что рост человека ни о чем не говорит. Так что вот так. А я, да, так что я не знаю, насколько, знаете, это невозможно было предсказать. Все-таки мы видим что-то достаточно новое, и мы поражаемся, насколько... Мы так долго говорили о том, насколько Владимир Путин оторван от реальности, а с другой стороны, он ведет себя как человек, оторванный от реальности. Возможно, это единственное, что усложняет предсказание, потому что человек, который оперирует в другой реальности, но сказать, что он будет вести себя так, как мы считаем, нормальным и резонным, вот как бы от этого мы отказались за это время. Дякую вам дуже, пану Юрию. Спасибо вам большое, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. До новых встреч. Спасибо вам. Юрий Рашкин был с нами на прямой связи, депутат окружных сборей в округу року в штаті Висконсин. Залишайтесь с першим кримсько-татарским. Коршкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова